Сегодня финальный день рабочей недели, а впереди длинные выходные, которым мы обязаны предстоящему празднику. Праздник это 23 февраля, День защитников Отечества. В современном мире каждый год ведутся споры. Кого же все-таки в этот день поздравлять? Всех ли мужчин или только тех, кто причастен к военной службе? Мы спорить не будем, тем не менее считаем, что даже в мирное время важно оставаться и быть настоящим мужчиной, защищать и беречь свою семью, быть справедливым, мудрым. Ну а поводы для подвига всегда найдутся. В канун праздника о мужчинах и хотим поговорить, представляем нашу гостью в студии Лена Панченко, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Доброе утро. Доброе утро. Елена Александровна, вот знаете, есть такая фраза «настоящий мужчина». А что вообще в нее вкладывают? Что в нее вкладывают люди, когда они ее произносят? Когда люди произносят, они вкладывают свои ожидания. В основном это женщины. И они очень много ожидают от мужчин. И если мужчина соответствует этим ожиданиям, то он очень недолго проживет. Я вам как доктор это говорю. Потому что будет инфаркт, будет ишемическая болезнь сердца, либо будет алкоголизм, которым он снимает этот уровень своего напряжения от ожидания окружающих. То есть такое давление получается. Конечно, да. Это именно уровень ожиданий. Но вот мне больше нравится слово «настоящий» от другого понимания времени. Мужчина нашего времени, вот современный мужчина. У вас в анонсе именно было вот это слово, сочетание «современный мужчина». Ну мир очень изменился. Даже мне еще пока не 300 лет, но я очень заметила изменения в том, какое эффективное взаимодействие мужчины с миром. И если мы говорим, что настоящий мужчина – это надежные, добывающие деньги, защитит женщину. Ну, во-первых, не те времена. И особо защищать-то, слава богу, нечего. Войн меньше и меньше. И вот мужчина-воин, меняется этот баланс, вот этот мужчина-воин. Он приходит в совершенно другое состояние. Мне кажется, что самое лучшее определение современного мужчины – это тот мужчина, который несет ответственность, то есть отвечает за свое слово, мало говорит, но все-таки много работает. Потому что, ну, мы с вами сейчас ездим за границу, даже в тот же Китай, мы же видим, как много везде все работают. Много работает, и который умеет договариваться со своей женщиной. Потому что все то, что я слышу в своем кабинете, в рабочем кабинете, мужчины стали ходить чаще, и молодые мужчины стали ходить чаще. И я очень этому рада, потому что вот это ужасное – мужчины не должны плакать, мужчины не должны быть слабыми. Я в ужасе, потому что мужчина такой же человек, как и я. И если я сейчас послушаю, что такое настоящая женщина, мне придется с подиума свалиться и вообще забиться в угол, потому что я боюсь, что не буду соответствовать, ну, даже половине того списка, который ожидает там кто-то от меня. Поэтому мужчина в раннем периоде своего формирования мужского обязательно должен плакать. Он обязательно должен понимать, что он может быть слабым, и есть тот, кто его поддержит для того, чтобы он, когда вырастет, стал более сильным, понимаете? То есть вот когда мы говорим, что ты не мужик, мы человека загоняем в такое субдепрессивное состояние и в седьмой угол, откуда ему очень сложно выйти, потому что опоры для сегодняшнего человека, независимо от пола, очень мало. Очень мало. Родители возрастные с трудом вписываются в ритм современный. Они даже в гаджетах, да, не так заинтересованы, как мы с вами. И поэтому вот прийти посоветоваться сыну с отцом очень сложно сейчас, потому что, ну вот, нейромедиаторы отца и нейромедиаторы молодого мужчины, они в совершенно несоответствующей скорости. Ну, если говорить… То есть биохимические реакции в мозгу по-другому работают? Конечно, абсолютно. Поэтому говорить о том, что настоящий мужчина – это тот, который должен, вот для меня как-то врача, я сразу сжимаюсь и думаю, бедный тот мужчина, который только должен. Все. Нет, это неправильная позиция. Но стереотипов-то достаточно большое количество, потому что мы ведь сами под них подстраиваемся, что хочется быть вот этим принцем на белом коне. Не надо. Это ведь не нужно делать. Не нужно. Именно поэтому на сегодняшний день огромное количество психологов, которые консультируют, и психотерапевтических служб, а мы в крае, как никто другой, обеспечены такой помощью. И вот мы всегда говорим, что договоритесь про уровень ожиданий друг от друга. Вы, мужчина, скажите своей женщине, слушай, я не могу сегодня зарабатывать 300 тысяч. Хабаровск не тот город, где каждый мужчина может зарабатывать на дорогой автомобиль. Это первое. Второе. Зачем такое количество вот этих амбиций? Костры и амбиции. Ребята, это классическая книга. Надо всем ее прочесть. Костры и амбиции. На самом деле, когда я вижу, консультируя в лечебных учреждениях, мужчину, который перенес там тяжелое ДТП, вот сейчас очень много молодых мужчин, которые более семи дней побывали в коме. От того, что они куда-то неслись, что-то проигнорировали, хотели показать какие-то свои превосходства. Как показать, что я мужественный? Войны же нету. Я что, пойду добывать этот кусок мяса? Я его куплю вот через дорогу или в том же доме, да? Поэтому вот этот уровень напряжения у мужчины от нашего уровня ожиданий, даже вы между собой, уровень ожиданий у мужчин, он тоже очень высокий. Я недавно с приятелем, с другом своего сына разговаривала про жизнь. Потому что вот для меня настоящий мужчина – это тот, который мне поможет разъяснить. Я же своими женскими мозгами не так все понимаю. Я вот очень люблю Андреянову задать какие-то вопросы. Он мне говорит, слушай, ну вот давай вот так, вот так. Он не терапевт мне, но он тот человек, который мне разъясняет мужскую позицию, которую я не могу понимать. Так вот, товарищ моего сына говорит, Елена Александровна, о чем вы? Я пять лет хожу в один и тот же спортзал, пять лет примерно одна и та же кабинка раздеваться. И пять лет примерно в одно и то же время приходит человек. Я с ним пять лет здороваюсь, он мне пять лет не отвечает. Вот кто из них настоящий мужчина? Елена Александровна, смотрите, мы сегодня в преддверии праздника 23 февраля разговариваем на эту тему. Ну, 23 февраля женщины, как правило, задумываются о том, чем же помочь нам, мужчинам. Вот современным женщинам, для современных мужчин, какие нужно ежедневно пробовать находить, может быть, слова, слова поддержки? Вы мне, наверное, сейчас скажете, что вы вообще не туда попали, Елена Александровна. Кроме любви ничего не нужно. Ну, эта любовь должна быть только вот на глазах или еще слышаться ушами? Конечно. Любовь – это такое 7D существование в мире, когда ты, если ты любишь человека, то ты умеешь его слышать и видеть без слов. А если ты пока еще не научилась видеть без слов и слышать без слов, спроси. И вот это состояние любви, мне кажется, разруливает абсолютно любые ситуации. Абсолютно. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще раз мы поздравляем абсолютно всех, кто нас смотрит, абсолютно всех, кто нас смотрит, мужчин, с наступающим праздником 23 февраля. В студии была Елена Панченко, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат в медицинских наук. Панченко Панченко И смол も